Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день, Татьяна Викторовна! Тема очень интересная, и я думаю, что всем интересна вдвоем, потому что кроме того, что мы, коллеги с вами, профессионалы, работаем с детьми каждый день, ещё и у каждого есть свои дети или внуки, которые тоже иногда болеют, и я думаю, что эта информация будет вам полезна. Давайте проверим уровень моего звука, чтобы вам было комфортно. Если всё хорошо, нажмите на значок с огоньком, и я буду видеть, что мы с вами на связи. Так, всё видно, спасибо большое, замечательно. Давайте же мы начнём уже разговор про такую интересную науку, как детская психосоматика. Вообще психосоматика — не очень давно появившаяся дисциплина, и сейчас она только завоёвывает свои высоты, доверие к психосоматике растёт. И если, допустим, ещё лет пять назад доктора, врачи говорили, что нет, что-то вы всё психологи придумываете, то теперь они уже сами отправляют своих пациентов и предлагают им пройти ещё психологическое консультирование, чтобы избавиться наконец-то от своих болезней. Психосоматика — это отрасль науки, которая возникла на стыке медицины и психологии, и она изучает и описывает взаимосвязь между психологическими и телесными расстройствами. Образно говоря, она стоит на границе между нашей душой и телом и смотрит, наблюдает, как душа и тело взаимовлияют друг на друга и поправляет эту связь, если что-то пошло не так. Хоть наука и не очень древняя, но она от своих смежных наук взяла очень много, и психосоматика взаимодействует сейчас очень тесно с такими науками, как физиология, социология, потому что психосоматические заболевания, они могут быть иногда и эпидемиями тоже, психология, медицина и даже психиатрия. Представления о том, что наша душа связана с телом, они очень древние. Ещё Гиппократ говорил, что в здоровом теле здоровый дух, а в XIX веке уже возник сам термин психосоматика, и врач Иоганн Дейрот начал говорить уже открыто о том, что наши болезни имеют причины иногда в нашей душевной организации. И вот прошло ещё более 100 лет, и в середине XX века было создано Американское психосоматическое общество, и появился первый список психосоматических расстройств. Это болезни, которые называются психосоматическая семёрка, о них чуть-чуть попозже поговорим. А теперь о том вообще, что такие виды болезней изучает психосоматика. Я уже сказала, что это наука на границе между душой и телом, и вот в зависимости от того, что влияет больше на возникновение болезни или болезненного состояния, выделяют три вида психосоматических расстройств, и, может быть, вы встречались со всеми тремя видами. Первый вид — это конверсионные расстройства. Это болезненные расстройства, которые возникают без объективных оснований. Ну, например, истерический паралич, слепота, глухота внезапная, без поражений глаз и ушей, нарушение чувствительности или внезапная потеря памяти. Что же говорить о наших детках, то самое такое популярное конверсионное расстройство у них звучит так — животик болит. Вот кто с этим сталкивался? Нужно идти, допустим, в детский сад, или он находится в детском саду и понимает, что через 2 часа утренних или вообще пришёл в детский сад, а там какая-то некомфортная для него обстановка, и начинает болеть живот. Причём мы точно видим, что ребёнок не симулирует, что ему плохо, живот болит, слёзки бегут, вызывая маму, и мама как будто бы приносит с собой невидимое лекарство. Ребёнок тут же выздоравливает, животик больше не болит, но напуганная мама забирает малыша домой и там его уже пытается вылечить. Да, может быть, психосоматика выражается как температура. Дети тоже могут выдать температуру без всяких причин, но для того, чтобы избежать какой-то ситуации. Но один из интересных примеров, который я знаю, это история о девочке, которую родители решили отдать в фигурное катание и даже уже подобрали стадион и купили коньки. Девочка пришла на стадион, покаталась на коньках, пару раз шлёпнулась и получила кратно смешек от тех, кто катался хорошо. Девочка решила, что ей не хочется кататься на коньках, но её мама решила по-другому. Она решила, что дочь на коньках кататься будет. Знакомая ситуация, правда ли? И вот утром нужно идти на первую серьёзную тренировку, а у девочки ножки не то, что потеряли чувствительность, но стали внезапно слабенькими, и она встать на них не может. Вот это примерно, как выглядит конверсионное расстройство. У нас у взрослых их тоже много. Это может быть боли разнообразные, боль в сердце, хотя сердце здоровое, или отнимаются ноги, руки, кстати. У педагогов очень часто, особенно когда идёт переработка, когда идёт сложная напряжённая ситуация, вот проблемы со слабостью ноги, рук, они бывают. По крайней мере, много раз я уже видела такую ситуацию. Вот ещё раз, чтобы было понятно, при конверсионном расстройстве тело здорово, но оно делает вид, что заболело. По-другому следующее – это функциональный синдром. И вот здесь уже телесного проявления больше. Это функциональное нарушение отдельных органов и систем. Что такое функциональное нарушение? Смотрите, представьте себе, что у вас есть автомобиль, и вы на нём ездите, и там чего-то застучало. Вы приходите к автослесарю, и он говорит, да нет, всё нормально, сейчас я гаечки подкручу, и всё будет хорошо. Гаечки подкрутил, и вы ездите дальше. То есть ничего не поломано, но сама система организма, она расстроилась и функционирует как-то не так. Как можно определить, что это функциональный синдром или функциональное расстройство? Чаще всего у деток мы увидим нарушение базовых ритмов или циркальных ритмов. То есть это нарушение сна, это нарушение аппетита в ту и в другую сторону, и сна тоже в ту и в другую сторону, либо это может быть усталость, сонливость, либо это его не уложишь, и он носится радостно днём и ночью, не давая спать всем другим. Это может быть некое беспокойство, и это может быть большое количество жалоб, но мы видим, что эти жалобы реальные. То есть если смотреть по географии тела, что ли, то это жалобы именно про ритмы, и ещё это может быть жалобы про пищеварительную систему, то есть несварение, все нарушения вот эти. И это может быть про сердечно-сосудистую систему, когда и у деток тоже скачет давление, они вреднеют, краснеют, они не могут собраться и так далее. Это функциональный синдром, и здесь телесного уже больше. И если мы не обращаем внимания на функциональный синдром, а организм работает неправильно, тогда мы можем получить уже психосоматоз, то есть это реальная болезнь, тело болеет, но источник этой болезни лежит в области психики. И вот тот самый список, первый список психосоматических расстройств, которые выдал доктор Франц Александр. И теперь вы можете в чат писать те из болезней, которые есть у ваших воспитанников, те, которые интересуют вас, чтобы я могла наиболее полно рассказать про эти болезни, потому что во второй половине я буду рассказывать про болезни конкретные и про то, что мы можем сделать. Педагоги и психологи. Сразу же скажу, что я в область медицины залезать не буду. В СД будет, Александра, да. А вот то, что мы можем сделать помимо врачей, я расскажу про каждую болезнь. Итак, психосоматозы. Это бронхиальная астма. У детей бывает часто. О, ВСД, я поняла, видимо интересует именно как своя болезнь, насколько я понимаю, где-то ссутистая дистония, потому что всё-таки это более взрослое заболевание. Хорошо. Бронхиальная астма, язвенный колит, язвенная болезнь желудка, и у малышей она тоже встречается, и предъязвенное состояние. Нейродермит. Очень часто у детей встречается. Это ревматоидный артрит. Реже, ВСД, видит сосудистая дистония. У деток бывает по пути идёт понижение давления, то есть наоборот очень низкое давление, падает давление. И теретоксикоз, то, что касается щитовидной железы. Так, аллергия дерматита, бронхиальная астма, нейродермит. Ну всё в моём списке есть, то есть мы с вами посмотрим всё. Хорошо. Это было начало. И вот за те 70 лет, которые прошли с появления этого списка, в список психосоматических заболеваний попало ещё более 100. Например, стенокардия, инфаркт, инсульт. Кстати, здесь уже не стало писать, потому что это взрослая всё-таки болезнь. Но инфаркт, инсульт, болезни, которые сейчас напрямую связывают с состоянием семейной системы. Аллергия, ожирение, сахарный диабет, остеохондроз, радикулит и даже некоторые виды рака. Причём вот те виды рака, которые, к большому сожалению, поражают наших детей, они тоже могут быть вызваны именно психосоматическими заболеваниями. И в основе психосоматических заболеваний всегда лежит некий конфликт, когда у человека есть несовпадающие, допустим, два желания. Ну, если брать взрослого человека как пример несовпадающих желаний, например, желание молодой женщины, у которой есть маленький ребёнок, быть одновременно хорошей мамой и отдохнуть, потому что она знает, что если она хорошая мама, она не должна уставать от ребёнка. На самом деле она устает очень сильно. И вот эти два противоположных желания, не найдя другого выхода, они выливаются в какую-то болезнь. Мама укладывается в постельку на несколько дней и с чистой совестью отдыхает. И выясняется, что в это время есть много взрослых людей вокруг неё, на которые способны занять ребёнка и дать ей возможность выспаться. И вообще, что касается болезни, и это важно, коллеги, важно помнить, что любая болезнь, которая пришла к ребёнку или к вам, это на данный момент наилучший способ адаптации к той жизни, которая есть здесь и сейчас. Как только будет найден другой способ адаптации к этой жизни, болезнь уйдёт сама собой, потому что у болезни есть свойство заканчиваться, у нашего тела есть свойство стремиться к здоровью. Редко кто об этом говорит, но на самом деле я могу сказать, что это так, работаю тоже с психосоматическими заболеваниями у детей и взрослых, и вижу радостные картины, они меня очень радуют, когда болезнь уходит, и человек обучается справляться с жизнью без вот этого костыля. Или вариант, допустим, конфликта между долгом и желанием. Ну, например, долг молодого мужчины содержать семью, да, и получать зарплату, а желание у него может быть, ну, какое-то другое, например, чуть-чуть отдохнуть, сделать так, чтобы вообще никто не приставал, или съездить куда-нибудь, или просто поспать и не выйти на работу пару дней, и болезнь опять-таки приходит на помощь. Ну, и тоже конфликт между желанием и возможностью. Если, например, очень-очень чего-то сильно хочется, но возможности нет, и вот эта история про людей, которые, не обеспечив себе нормальный уровень энергии, бросаются в какие-то новые дела. У нас очень много таких людей, и среди женщин таких очень много людей. То есть сил нет, а дело сделать надо. И тогда организм понимает, что хозяйка сейчас себя уморит просто в этом новом деле и тоже устраивает какую-нибудь несерьёзную болезнь. У детей происходит то же самое, только плюсом ещё и присоединяется то, что происходит с их родителями. Также варианты развития психосоматических заболеваний, это условная выгода от болезни, прошлый опыт, идентификация с каким-то другим человеком, когда мы как бы с любимым человеком повторяем его болезнь. Это может быть внушение, есть такое свойство характера у некоторых людей, когда они себе внушают болезни, и вот эта тревога, она постоянно-постоянно длится и превращается в конце концов в болезнь. Или как самонаказание, такой вариант тоже бывает. Это общее у деток и у взрослых. Ну и, кстати, в чат лучше не писать «Добрый день», потому что я вас всех вижу и всех уже поприветствовала, а вот вопросы лучше писать, потому что я за чатом наблюдаю и постараюсь сразу же отвечать на вопросы. Что касается детской психосоматики, то здесь ещё и есть свои законы, потому что психика ребёнка ещё формируется, и он не имеет прочной психологической защиты, потому что взрослый человек может защитить себя, и вообще у взрослых людей много моделей адаптации в разных ситуациях, а у детей их немного, и они чаще выбирают болезнь. Эмоции детей очень яркие и сильные, они очень сильно всё переживают, а словарный запас невелик, и ребёнок не может объяснить своё состояние. А также, что очень часто, и поэтому я сейчас сделаю на этом акцент, детские болезни, они могут отражать проблемы, которые есть в семейной системе ребёнка. Поэтому если ребёнок пришёл с психосоматическим заболеванием, посмотрите внимательно, о чём там происходит в его семье. Вот немножко об этом. Семья вообще — это система, понятие системы взятое из кибернетики, и есть такой закон, что система в целом может быть больше, чем сумма её частей, то есть семья, она гораздо сильнее по всем своим воздействиям, чем один реальный человек. И у этой системы могут быть свои желания, свои потребности, и своё какое-то внутреннее понимание о том, куда идти, и они могут совершенно не совпадать с желаниями, потребностями её отдельных элементов, то есть нас, людей. И семья, люди в семье объединены связями, это связи горизонтальные между людьми одного поколения и связи вертикальные между родителями и детьми, между соседними поколениями. Так вот, если эти связи нарушаются, то, возможно, какие-то отклонения для ребёнка настолько серьёзные, что он будет их решать через болезнь. Например, у мамы с папой плохие отношения. Но как плохие? Они очень холодные, и мама эмоционально больше привязана к своему ребёнку. Мама понимает, что если ребёнок будет сильный, здоровый и вообще себе вырастет, то она останется совсем одна, и поэтому мама начинает буквально вскармливать в ребёнке болезнь для того, чтобы вот эта привязанность с ребёнком была длинной, вечно, не зависела от того, ребёнок маленький или большой. И здесь мама просто не даёт ребёнку выздоравливать. Если нужен живой пример, посмотрите российский фильм «Выше неба». Это как раз вот на тему психосоматических заболеваний. Может быть, что у папы с мамой, наоборот, настолько напряжённые отношения, что они сами вот этого напряжения не выдерживают. И это напряжение не выдерживает вообще никто. И чтобы каким-то образом это напряжение выдерживать, и оно не привело к взрыву, они вот в свои отношения ещё добавляют третьего, это ребёнок. Что это может быть? Ну вот классический сюжет всех мелодрам, он повторяется уже в различных сюжетах. Кто видел, напишите плюсики, чтобы мы увидели, сколько таких фильмов есть. То есть папа с мамой собираются разводиться, мама собирается уходить от папы, или у папы появляется новенькая женщина. Что делает ребёнок в такой ситуации? Вот они уже всё, он наблюдает, что папа сейчас уходит. И ребёнок себе выдумывает болезнь. Папа, если он нормальный папа, он возвращается, начинает помогать маме лечить ребёнка, и в этом процессе они снова становятся дружной семьёй. Вот попытка суицида, да, да, тоже мы сейчас говорим о болезнях, и, надежда, всё правильно, немножко просто не в нашей теме. Что это может быть? Вот какие болезни не дают папе уйти из семьи, ну или родителям расстаться, например. Это болезни, которые длятся долго, не лечатся, но не прогрессируют. То есть они вот такие длинные хронические. Здесь может быть астма, очень хорошо подходит НРС на эту роль, потому что психологи, которые работают с НРСом, они в голову говорят, что когда излечивает НРС у ребёнка, пара папы с мамой, она очень часто распадается. То есть в это состояние, когда родители как бы смыслом своего общего существования делают заботу о ребёнке, она тоже может привести к психосоматическому заболеванию. Но и если семья дисфункциональна, то есть если связи нарушены, то связи между родителями и детьми или между бабушкой и внуками, они будут сильными, а между людьми одного поколения они будут слабее. Также ребёнок может занимать место отсутствующего вытесненного или умершего члена семьи и повторять его болезни. И ребёнок может компенсировать какие-то неправильные отношения в семье, и его болезнь становится гарантом равновесия в семейной системе. Чуть-чуть побольше на презентацию, вы потом посмотрите признаки дисфункциональной семьи, я просто бегу дальше. Итак, почему часто болеют дети в семьях, где не всё ладно? Ребёнок становится третьим в семейном треугольнике, где родители не поладили. Ребёнок замещает другого члена семьи или он повторяет семейный сценарий. То есть да, если ребёнок болеет, то система стабильна. Если нет, то люди по-другому стабильность не могут выдержать. Ну и также ещё одной причиной детских болезней является нарушение в детско-родительских отношениях. Когда интересами ребёнка пренебрегают, то есть болезнь как способ показать, что он нуждается в защите. Когда есть холодные формальные отношения, ну и чисто физиологически, когда есть неправильный режим питания. А вообще есть неправильный режим, он тоже приводит к болезням. Предъявление разных требований, отсутствие личного пространства и возможности уединиться, либо ревность к появившимся, особенно маленьким братьям и сёстрам, когда ребёнок тоже хочет быть беззащитным и выбирает болезнь. А также к болезням могут привести психотравмирующие ситуации, например, разлука с мамой или сильный испуг, или поступление в детский сад. Не зря они у нас на первом году жизни в детском саду ходят туда по графику одну неделю ребёнок в детском садике, две недели на больничном. И так до бесконечности. И здесь не только такая естественная иммунизация, это тоже есть, но ещё и психосоматика тоже присутствует. Вот, это основные причины. И теперь давайте пройдёмся по болезням, по отдельному и посмотрим, чем мы, педагоги, психологи, можем помочь нашим детям, которые подвержены какой-нибудь из этих болезней. Ну и ещё раз для тех, кто подошёл позже, любой выбор человека является наилучшим на данный момент. То есть болезнь на данный момент для этого маленького человечка является наилучшим выбором. И хотите его изменить, дайте другой выбор. И идём по болезням. Бронхиальная астма, которую вы просили рассказать, с неё начнём. И сразу же я хотела рассказать про систему, в которой мы работаем с психосоматическими заболеваниями. Она называется послание болезни. То есть, когда мы встречаемся с какой-то болезнью, мы начинаем считывать её послание. То есть, что она пытается сказать. Смотрите, что мы имеем при бронхиальной астме. У нас на лицо кашель, одышка, напряжение лицевых и шейных мышц. Ещё и реакция на стресс. То есть, болезнь как бы говорит, мне нельзя тревожиться, мне нельзя расстраиваться. И ещё плюс к этому, смотрите, ребёнок с астмой, он зависит либо от родителя, либо от взрослого человека, то есть у него не выстраивается такого самостоятельного отношения к этому миру. Либо даже если взрослых нет, он зависит от ингалятора. Он не может расстаться с этим пузырьком. Ну и на психологическом плане вот ингалятор, лекарство, которое у него есть, является заменителем взрослого. Все детки здоровые и не очень, они в своей самостоятельности проходят несколько этапов. И прежде чем оттолкнуться от взрослого и начать жить уже самостоятельно, играть, бегать, передвигаться в пространстве, они это делают с игрушкой в руках. Для ребёнка-оснотика его ингалятор является таким вот заменителем взрослого. Что же за послание болезни мы можем считать? Первое. Я не могу обойтись без помощи. Мне нужна помощь, мне нужно внимание. Я не могу говорить. Или я не хочу говорить, но хочу получить помощь. Я не в контакте. То есть бронхиальная астма это такой выход ребёнка из ситуации, когда ему нужно бы возразить взрослым. То есть взрослые говорят, приказывают что-то делать, он хочет возразить, но он понимает, что если он сделает это словами, то его не послушают, скажут мало ещё и так далее. А вот мгновенно выйти из контакта он с помощью бронхиальной астмы вполне себе может. То есть он зашёл в приступ и всё, его уже не тревожит. И бронхиальная астма — это подавленный крик против родителей. Чаще всего, опять-таки говорю чаще всего, потому что при неких таких общих причинах психосоматики всё равно есть нюансы, их огромное количество, и в каждом конкретном случае лучше разбираться лично. Но посмотреть можно. В семье может быть отсутствие близости с матерью, либо такое двойственное, психологи говорят, амбивалентное поведение матери. То есть она говорит одно, а делает другое. Ребёнок не понимает, что ему нужно сделать. Ну, например, мама говорит, я тебя люблю, я выдержу любой твой поступок. Но если ребёнок что-то разбивает, она говорит, ужас, ты разбил моё бедное сердце, а вовсе нету вазочку. И тогда ребёнок не знает, чему верить. Также в семьях может быть запрет на проявление эмоций и желаний. И несколько раз наблюдала, как астму выдают мальчишки, которых очень строго воспитывают папы. Бывает так, что совпало папа такой армейского склада, вот прямо солдат-солдат, а мальчишка творческий. И ему вот эта вот армейская закалка папы очень сложна, поэтому он тоже может уйти в бронхиальную астму. Чрезмерные требования, стремление к идеальности, тоже всё прекрасно решается, потому что, когда тебя много требуют, достаточно, ну вот, часто-часто задышать, взять ингалятор, и от тебя отстанут. И состояние постоянной тревоги, ну, тут уже просто тревога постоянная, она способствует тому, что все наши мышцы, и в том числе мышцы, которые обеспечивают дыхание, они зажимаются. Что мы можем делать с ребёнком, как воспитывать, как развивать ребёнка с астмой? Это упражнение на снижение тревоги. Смотрите, уважаемые коллеги, сейчас мой рассказ будет вот по такому плану. Я рассказала про болезни, сказала про упражнения, но поскольку они иногда повторяются, чтобы каждый раз не повторять, я расшифрую все упражнения в последней части нашего вебинара. Вот. Поэтому вы оттуда посмотрите упражнения на снижение тревоги, работа с повышением самооценки, формирование самостоятельности, то есть мы помогаем ребёнку делать что-то самому, хвалим очень сильно его за это, и таким образом постепенно-постепенно ребёнок перестаёт бояться быть самостоятельным. Если ребёнок уже в разумном возрасте, а разумный возраст — это лет 5-6, когда ребёнок осознаёт свои эмоции, мы можем напрямую говорить про контроль эмоций, и опять-таки дальше будет упражнение, несколько даже упражнений, с помощью которых мы можем научить ребёнка контролировать свои эмоции и снимать спазмы. И это обучение самомассажу и приёмам снятия мышечных зажимов. Вот это всё, что может сделать педагог и психолог. Ну и в этом случае, и в каждом случае, про который я буду говорить, работа с педагогом и психологом не отменяет работу с врачом. Мы не можем заменить доктора, если болезнь уже вышла на уровень тела. Мы не отказываемся ни от каких прописанных медицинских процедур, мы делаем всё это параллельно. Когда доктор говорит, что наше лечение закончено, тогда уже сопровождение ведёт психолог. Вот обратите на это внимание. Вот, смотрите, интересный пример в чате. У нас у дочери в детском саду было проявление на сон-час. Типа циститов. Туалет не хотели пускать, а она бегала по 10 раз. Забирали, обследовали, ничего не нашли. Дома всё проявления заканчивались. Значит, что-то было в детском саду, что не давало ей спокойно заснуть в сон-час. Там может быть множество причин. Может быть, её кто-то напугал, может, ей было неудобно спать или что-то ещё нужно. Вот в индивидуальной работе это делать. И смотрите, да, чаще всего психосоматозы, они так проявляются. Обследовали, ничего не нашли. А синдром сохраняется, симптомы сохраняются. Дома все проявления заканчиваются. Конечно, значит, дома спокойно, а в садике что-то мешало. Спасибо вам, Татьяна, за примеры. Коллеги, примеры можете приводить. Следующая распространённая детская болезнь – это ангина и вообще больное горлышко. То, что болит горлышко, сильная боль, общая слабость, высокая температура. Ну и кроме всего прочего, это ещё и я не могу говорить, я не могу высказать обиду. И вот честно, я сама такая, и вот кто такой же, как я, тоже поставьте плюсики в чат, пожалуйста, потому что если я не спохвачусь и пропущу обиду, не отработаю её, какую-то сильную обиду, я точно через два дня теряю голос. Это абсолютно точно. И вот плюсики уже появились, значит, на самом деле так. А как это происходит? Это не фантастика, это никакая не магия, потому что, когда мы не можем что-то сказать, это обида, когда я не могу ничего сказать в ответ, мы зажимаем мускулатуру горла, чтобы не сказать ненароком, это делается инстинктивно, ухудшаю кровоснабжение в области горла, и вот вам, пожалуйста, какой-то микроб сел, и он уже смог там удержаться. Его никто не убил, потому что есть спазмы, кровь не приливает. Так же, как и кашель и сопли у детей в детском саду, а дома этих проявлений нет. Что это? Мне нужно внимание мамы, но об этом я сказать не могу. Может быть, я не могу об этом сказать, потому что мама скажет, «Ты что, такой большой мальчишка, всё, хочешь на ручки или хочешь, чтобы я не ходила на работу, а с тобой сидела?» Вот ангина — это про это. Ну, ещё и обиды, обиды на родителей, и детки же у нас в большинстве своём очень воспитанные, они на родителей считают, что не могут обижаться. То есть на родителей сердиться нельзя в традиционном понимании. И вот этот вот конфликт, с одной стороны нельзя сердиться, а с другой я сердюсь, он тоже может вызвать спазмы горла и ангину. Что может быть в семье, где детки болеют ангинами? Обратите внимание, что у нас дети ангинами могут болеть все, но вот если ангина за ангиной, ангина потом ещё чего-нибудь, ещё чего-нибудь за простудное, то возможно, что в семье есть неумение членов семьи договариваться нормально, конструктивно решать созногласие. Нет права голоса у ребёнка, вот то знаменитое, что «Мал, ещё ты с нами говорить», и ребёнок не имеет права обижаться на родителей. Что делаем? Работа с обидой. Пяти-шестилетние дети уже в состоянии это сделать. Обучение, ведение диалога, но здесь понятно, что нужно маму обучать вести диалог и повышение самооценки. Вот ещё пример у нас, спасибо прямо коллеге, подростковый возраст ребёнок, реакция на школу и вообще любой дальний поход от дома. Тошнит учащённое сердцебиение, повышается давление. Обращаюсь к неврологу, все медикаменты бесполезны. Прорисуйте, или, может быть, песочная терапия есть где-то рядом, но вот тоже про методы буду говорить, и обратите внимание, есть какой-то страх ухода из дома. Этот страх нужно убрать, то есть ребёнок должен понимать, должен знать, как он будет действовать в ситуации, когда никого не будет рядышком. несколько встреч с хорошим психологом, игра в песочек, либо арт-терапия, и всё будет в порядке. Нейродермит и аллергия. Тоже очень-очень детское заболевание. Это, ну, все заболевания, которые связаны с кожей, все проблемы с кожей, это проблемы с личными границами, которые у детей очень-очень незащищённые, и родители могут эти границы продавливать. Ну, например, они могут очень горячо обнимать ребёнка, тискать, либо перетаскивать с места на место, без разрешения, либо одевать в ту одежду, которую хочется им одеть, а не которую нужна ребёнку, либо отдавать ребёнка, тискать другим взрослым, обнимать, целовать, или ещё более серьёзные вещи. Ну, так или иначе, вещи, которые связаны с насилием против ребёнка, они тоже могут перейти в аллергию. Что говорит нам эта болезнь? Я не хочу, чтобы ко мне прикасались, и одновременно я хочу, чтобы обо мне заботились. Ну, то есть вполне себе закономерное желание человека, любого человека, я хочу заботу, но я хочу сам или сама эту заботу регулировать. И мне нужно чувствовать свои границы. Аллергия может пройти внезапно, но тоже одна из моих работ, когда аллергия у взрослой девушки прошла, когда мы разобрались в её отношениях с отчимом и потом с её молодыми людьми, там, где были нарушены границы. Грызёт ногти — это про скрытую агрессию, значит, не может выразить агрессию, скорее всего, на вас или на ближнее окружение, и её разворачивают на себя. Причины, я уже рассказала, что можем сделать? Это становление, укрепление личных границ, это тренировка коммуникативных навыков, то есть когда мы вот этот голос тела переводим в слова, то аллергии уже ничего не остаётся делать, как уходить. И это принятие своего тела. Нередко аллергия служит также возможностью маме оставаться надолго с ребёнком и каким-то образом вот быть в привилегированном положении, потому что у меня такой сложный ребёнок, аллергичный ребёнок. И тоже вы наверняка встречались, когда мама приходит в детский сад, и она требует для своего ребёнка каких-то наилучших условий, мотивируя тем, что у него аллергия там на всё-всё-всё, на пыль, бабочеку, берёзку и почти всю еду. Кормить нужно только чем-то другим и тем, что в столовой детского садика оно никак не готовит. Болезни обмена веществ. Это про ожирение, про недостаток массы тела и это про то, что с щитовидкой связано. Жизнь слишком горькая. Здесь мне нужно больше любви. Это про любовь и безопасность. Вот вся эта группа болезней про любовь и про безопасность. Ну и если всё, что связано с аллергсией, то есть с чрезмерным похудением, это про любовь, потому что я не достоин любви, то всё, что связано с чрезмерным набором веса, это про безопасность. И иногда это приводит к тому, что нарушается даже гормональный баланс. И гормонов стресса становится больше, а они приводят к тому, что вот меняется обмен, обменяются обменные процессы в организме и наращивается жир. Здесь что мы можем сделать с этими болезнями? Разобраться в причинах. Причины обычно — это тревожная семья, то есть семья, которая прошла через многие-многие испытания в своей истории. И в семье есть просто тревога. То есть есть семьи, которые считают, что всегда, везде всё будет очень плохо. Хорошо никогда не будет. И если в этих семьях появляется весёлый ребёнок, то ему говорят, что ты веселишься, не показывай никому, что ты весёлый, а то там влазят или всё равно, когда всё это закончится хорошее, привыкай, короче говоря, терпеть. Дальше. Стратегия выживания как семейный сценарий. То есть главное — выжить. А выжить что? Выжить — это надо наесться. И это все истории про насильственное кормление детей, про то, что у детей нет выбора еды, про то, что кроме еды никаких развлечений нет, ну и про то, что нет такой бабушки, от которой внук может уйти слегка голодным. То есть у нас ещё вот эти вот стратегии выживания, они очень сильны, и никак они не вылетаются, потому что в каждом поколении есть что-нибудь, что эти стратегии как бы выносят на поверхность, и они снова начинают быть сильными. Смотрите, что это может быть. Это могут быть разные войны. Войн у нас было много на территории нашего государства. Войны прошли потом, что у нас 90-е годы, 90-е годы кое-как завлечили рамки, тут у нас, пожалуйста, вам эпидемия, и снова мы хватаемся за гречку. А стратегия выживания — это как можно больше накормить, ещё и про запас. Это может быть непрожитое горе, а также ещё и непрожитое стыд, потому что особенно в большом весе, там внутри очень много стыда, обиды, разочарования. То есть это очень эмоциональная болезнь. Ну и да, про то, что накормить — это значит любить. И если ребёнок накормит, значит родитель выполнил свою функцию. Это вот тоже про болезни обмена веществ. Что мы можем сделать? Ой, секундочку. Что можем сделать без слайда? Научиться, во-первых, жить в некой такой ситуации, что всего много, всё есть и есть изобилие. С одной стороны, это нелегко принять, потому что мы привыкли выживать. А с другой стороны, если подумать, что мы всё-таки выжили, и если понять, что мы идём по жизни, и всегда как будто мы под защитой, потому что у нас всегда, как бы не было плохо, есть еда и помощь, тогда понимаешь, что вот, ну, как бы, сама вот Вселенная нас охраняет, и мы всё равно можем выжить. Кроме того, это работа с эмоциями, это вынос эмоций на поверхность, проговаривание их проживания, и это разрешение себе на разные-разные-разные удовольствия. Ну и вот заказанная всеми где-то сосудистая дистония. Загадочное заболевание, которое, кроме России, нигде не диагностируют и не лечат. И, кстати, вот те состояния, которые мы лечим, как ВСД за рубежом, лечит психолог, клинический психолог, и это вызывают просто неврозом. Что мы имеем при этом заболевании? Повышение давления, головные боли. Это могут быть мигрени, это такое вот состояние, которое меняется очень сильно от полного боевого настроя, да, я сейчас всех порушу, до полного расслабления, я сейчас ничего не могу. Послание болезней. Меня слишком мало, меня не видят, мне надо стать больше. Организм пытается стать больше. И смотрите, какая интересная система, то есть когда мы считаем, что нам сейчас нужно вырасти, стать более значимым, наше тело не понимает, что это мы только придумали, оно считает, что мы уже стали больше, а для этого нужно подавать больше крови. Вот вам вегатисудистая дистония. Или я всегда готов увеличить нагрузку, то есть если нужно, то если из базы горится, то я вот здесь уже с обмежителем рядышком, и постоянное вот житьё, ощущение, что сейчас что-то случится, и я тут же пойду воевать, оно держит вот это высокое давление. Либо меня недостаточно оценивают, то есть я в своей жизни делаю мало, мне нужно делать много, раз нужно сделать много, то организм разгоняет свою энергетику для того, чтобы сделать много. Ну и, честно говоря, вот по последним работам индивидуальным работам, мы с клиентами это состояние не глушим. Вот как ни странно. То есть мы говорим, да, ты хочешь сделать много, давай уже начнём. Потому что в вегатисудистой дистонии с одной стороны вот этот разбор есть организма, а с другой стороны есть преграда в виде страха чего-то ещё, которое мешает разогнаться. То есть, уважаемые коллеги, если у вас ВСД есть, значит, вы способны на большее, чем сейчас есть, и нужно работать ещё и со страхами, и выражать себя так, как вам хочется, так, как вы считаете нужным. Ну и да, из чисто физиологических вещей, которые очень хорошо помогают, вот те самые знаменитые 10 тысяч шагов в день, то есть просто много-много прогулок, много свежего воздуха, ну ещё и замечательные вещи типа йоги и дыхательных практик, они тоже очень хорошо настраивают вегатисудистую дистонию. Договориться с ней тоже можно, раз ВСД, то будем сегодня на последнем нашем упражнении, которое называется «Разговор с болезнью», договариваться с вегатисудистой дистонии. Вот, что мы можем сделать? Это формирование адекватной самооценки. Кому интересна самооценка взрослых, заглядывайте на мою страничку. Это формирование навыков равноправных отношений среди сверстников, и это принятие себя в любом состоянии. Я понимаю, что легко сказать, трудно сделать, но всё это делается, можно это сделать. Но энурезы, энкопрезы — это послание болезней, когда я не могу контролировать свою жизнь, я должен контролировать свои эмоции, мне нужно больше внимания, я не хочу ждать и терпеть, мне нужно спешить. То есть это конфликт внутренний между желанием всё контролировать и желанием жить свободно. Обычно это идёт от родителей, потому что родители обычно в таких ситуациях склонны к гиперконтролю, и ребёнок тоже склонный к гиперконтролю, вот он всё-всё-всё контролирует днём, а ночью, когда он засыпает и кора головного мозга отключается, ну вот он там расслабляется. И как раз вот этот гиперконтроль, он связан с разводной ситуацией родителей, ну, самым способом, образом. Когда родители конфликтуют, ребёнку нужно отконтролировать вот буквально все-все-все вещи, которые между родителями происходят. И смотрите, то есть он днём контролирует, чтобы там папа с мамой не поссорились, чтобы папа не собрал вещи и не ушёл, чтобы всё было мирно, а ночью он расслабляется, и вот вам, пожалуйста. То есть здесь ребёнка нужно днём расслаблять и снимать вот этот контроль с него. Да, может быть, тоже психосоматика, но вот ещё раз повторю, что мы все состояния, где есть физиология, то есть явно, что нарушение систем работы организма, мы исследуем и работаем с ними параллельно с докторами. То есть не дай Бог вам решить сделать, что какая-то серьёзная болезнь у вас или ребёнка, ой, нет, сейчас психолог вылечит. Нет, мы врачей и врачебную помощь не исключаем. Это честно говорю, потому что это очень важно. И вот теперь направление работы. То есть у вас на каждую болезнь были списки того, что нужно сделать, и направление работы какие. Создавание эмоций. И вот особенно детям с инурезом помогает техника мокрорисования. И вообще вот все моменты, все моменты, когда можно взять краски и без разбора начать ими рисовать. Родители часто говорят о том, что дети просто рисуют самозабвенно. И мы сами видели на занятиях, когда мы выдаём гуашь, выдаём кисти, ребёнок делает вот так вот рукой, ну, не видно, вот так вот делает, и начинает по листу размазывать эту краску, и вид у него абсолютно счастливый. Анастасия, да, может быть. Может быть, конечно. Я частные случаи сейчас не буду углублять, поэтому работайте с психологами. Психологи всё это диагностируют и снимают все эти заболевания, ну, все эти состояния, помогают снимать. Вот. То есть здесь ещё гармонизация отношений, насколько это возможно. Если невозможно, то отстранение вот из этого треугольника. То есть мы честно говорим, что папа с мамой большие, взрослые, сильные, они без тебя разберутся. Давай вот будешь жить своей жизнью. Ну, и техники расслабления, они тоже помогают. Ну, и заикание, что говорит нам эта болезнь, я не могу говорить, но мне нужно, чтобы меня слушали долго. Видите, опять внутренний конфликт, который трудно решить другими способами. Мне нужно, чтобы меня понимали, чтобы вокруг был спокойный ритм жизни, чтобы я мог спокойненько всё сказать. И вот теперь расшифровка техники упражнений, которые вы можете использовать. Первое — это медитативные практики. Они только входят в наш репертуар работы с детьми. Ещё недавно мы боялись говорить слово «детская медитация». Теперь мы уже их используем вполне себе легально и резонно. Это процесс, когда мы сосредоточивались на каком-то объекте либо телесном проявлении. И вот эта сосредоточенность, она помогает нам, с одной стороны, снять стресс, а с другой стороны обучиться самоконтролю. То есть мы видим как бы себя кусочками. Мы видим свои мысли, мы видим все свои болевые точки, мы видим свои эмоции, и всё это как будто бы со стороны наблюдаем. Детки учатся с помощью медитации удерживать внимание, справляться со своими такими разными эмоциями и возможность понимать и себя, и других людей. А также удерживать внимание, концентрироваться и снижать у себя уровень тревожности и стресса. Кстати, и агрессию тоже очень хорошо снимает. Вот пример медитации. Например, можно уложить ребёночка на пол и положить ему на лоб маленький камушек или кристаллик. Попросите подумать о нём, вообразить его цвет, многоцветие, почувствовать тепло или прохладу, вес и другие качества и немножко полежать вот с этим кристалликом. Ольга, заикание на генном уровне? Я не могу ответить на этот вопрос, но то, что заикание часто результат работы семейной системы или, ну вот, допустим, мама заикалась, и ребёнок заикается, это да, об этом я знаю. Про гены не буду говорить, потому что не знаю. Следующее направление – это телесно-ориентированная терапия. Создал её Вильгель Райх, австрийский психолог. Он говорил о том, что все наши эмоции, все наши переживания образуют панцирь в нашем теле. Ну и вот, уважаемые дамы, сведетососудистой дисцинии, наверняка у вас вот такой вот панцирь присутствует, плечи поднятые, ну, приподнятые вверх или вверх и вперёд, и сзади горбик образуется такой некрасивый. Вот. Это панцирь, который не даёт вашим сосудам снабжать ваш мозг головной кровью, и из-за этого возникают разнообразные мигрени. И вот такие панцири мы можем создать, если блокируем эмоции, абсолютно в любой части нашего тела. Если панцирь есть, то ограничивается подвижность, и таким образом кровообращение тоже ограничивается. Телесно-ориентированные подходы в работе с детьми есть работа Ганичевой, она прекрасна, и там расписано всё-всё-всё. Я эту книжечку встречала в интернете в электронном виде, поэтому вы её там тоже можете найти. То есть она идёт в телесную работу через особые ступени. Сначала ребятишек учат владеть своим телом через напряжение, расслабление, потом вводят упражнения на равновесие и баланс, развивают мелкую моторику, затем уже по отдельности работают с сегментами тела, и затем уже такие более сложные основы саморегуляции тоже входят. Ну и любимое мной и моим воспитанниками упражнение «Черепаха» как раз оно работает на сжатие и расслабление. Обожают его до бесконечности. Но если вкратце, то у «Черепахи» два состояния. Либо она расслабленная, валяется на песочке, то есть на коврике в группе, либо приходит злой крокодил, и «Черепашка» подбирает руки и ноги под себя, сильно напрягается, выжимается в комочек, крокодил уходит, «Черепашку» не кусает, и она снова расслабляется. Ну и ещё несколько упражнений, которые вы тоже с презентацией возьмёте. Это по телесной терапии. Дыхательные практики для более осознанных ребятишек и для взрослых. И вот здесь картинка, на которой показаны точки, в которые мы дышим. То есть мы говорим ребёнку, представь себе, что ты сейчас вдыхаешь воздух через носик, а допустим, выдыхаешь их воздух в сиденье у своего стула. Они хихикают, но пробуют несколько раз делать. А теперь в животик, а теперь в грудь, а теперь дальше в горлышко, в лобик, ну и в телечко. Пока дышат, представляют себе всё это, хихикают, но одновременно успокаиваются. Упражнение на осознание эмоций. Карта эмоций. Мы даём незакрашенного человечка, контур человечка, и говорим, давай, пожалуйста, на этом человечке нарисуй, какие эмоции у тебя сидят. Ну и рисуют иногда в области сердца любовь. В животике поселяется страх или тревога, или неуверенность. Точно так же в ногах может что-то поселиться. Спокойствие и размышления могут быть в голове, а чёрная обида может быть в шее. Здесь мы даём детям свободу, то есть они рисуют и раскрашивают так, как хотят, потому что вот это вот ощущение цвета, оно у деток может быть абсолютно разным. А потом мы спрашиваем, какая эмоция, где живёт. Ну и да, вот последнее наблюдение, последние опыты говорят о том, что пребывание в разных эмоциях, оно меняет вот таким образом картину человека, энергетическую картину человека. Ещё хорошее упражнение — это упражнение «Шкала». Мы делаем их пять, это упражнение, но на осознание чувственности. И делают это люди, которые по каким-то причинам остались без желаний. Ну это вот из раздела, что воля, что неволя, мне всё одно. Вот для того, чтобы таких товарищей в любом возрасте расшевелить, просим их заполнить шкалу, где на десятке, если мы шкалу еды заполняем, то это самое-самое вкусное, на минус 10 — это самое противное. Точно так же с прикосновениями, самое-самое приятное на десятке, допустим, шорстка котика или что-то ещё, на минус 10 там может прикосновение к лягушке, например, быть и так далее. И вот 5 шкал, 5 органов чувства мы заполняем, проговариваем, обговариваем и таким образом создаем чувствительность. Работа с границами, особенно там, где про границы — это кожные проблемы, телесно-ориентированная терапия в парах. Ну, например, упражнение «спина к спине», которое показано на рисунке, на фотографии, когда мы садимся спиной к спине друг к другу, должны расположиться так, чтобы всем было удобно. Там иногда в парах толкаются, начинаются какие-то такие перебранки спинами, но в конце концов, когда люди находят вот эту точку комфорта, они ощущают просто невероятное блаженство и расслабление. Ментальное упражнение, то есть это упражнение, которое дает нам возможность поработать со своими мыслями. Например, упражнение «Семь дорог», когда мы испуганному ребёнку, ребёнку, который склонен к страхам или к некой драматизации жизни, говорим, давай придумаем в любой ситуации «Семь дорог». Какие есть дороги? «Семь решений любой проблемы». И эти семь решений находим, таким образом снижая трагичность. Ну и, конечно же, арт-терапия помогает очень хорошо, очень сильно в работе с психосоматическими заболеваниями. Такие вещи, как мокрое рисование или рисование эмоций. Например, вот ребёнок боится пробовать еду. До двух лет ел всё, а потом стал бояться. всё-таки весь день голодный. Ну вот тоже нужно разбираться, в чём дело, потому что от двух до трёх лет формируются границы личные. То есть ваша история, скорее всего, про какие-то границы. Или, может быть, кто-то пытался накормить насильно, или кто-то что-то не дал, или чего-то съел, но было неприятно, противно или горько. И тут уже работа с границами. Вот. Приёмы арт-терапии, свободное рисование, правополушарное. Вот такие вот работы с ребятишками можно сделать. И правополушарное, оно очень хорошо помогает, когда ребёнок робкий, когда ребёнок с слишком зажатыми границами, ребёнок без права на ошибку. И вот такие вот вещи с детьми можно делать. Спасибо за огоньки, я их вижу. Это детские работы, авторам где-то 5 лет, и, может быть, даже меньше. Для эмореза, если нет возможности размазывать, ну, про границы, это нужно отдельный вебинар. Это отдельная работа про границы. Тут уже я не успею рассказать. Про снятие излишнего контроля, как раз эморезы и так далее, вот если нет возможности разливать воду, и можно поработать в технике Эбру, поскольку здесь работа с водой есть, но водичка такая вот организованная. То есть это специальная жидкость, такая желеобразная, на её поверхность наносятся краски, и ребёнок эти краски размазывает специальным таким, ну, острой спицей, или расчёсочкой разводит узоры, и потом прикладывается листок, и на листок краска отпечатывается. Получаются невероятные красоты картины, причём у любого автора, даже у самого маленького, и всегда это такой вдох радости и восхищения своей работы, но расслабление. Монотипия. Тоже, если хочется с водичкой и краской поработать, вы можете взять монотипию. Это на половинке листа мы взяли, нарисовали на мокром листе, и потом раз так захлопнули лист, перевернули, и у нас получилась вот такая вот картина. Про границы напишите, пожалуйста, по личным контактам хорошо, потому что про границы для взрослых уже есть. Про детские границы пока ещё в планах нет. Ну и песочная терапия. Песок – ещё одна среда, которая хорошо нормализует все процессы у детей и снимает проявление соматических заболеваний. Очень хорошо, если это парная терапия ещё и с родителями. Ну и эмоционально-образная терапия – это упражнение разговора с болезнью. Честно говорю, что я им пользуюсь постоянно. Как только что-то заболит, я обращаюсь к своей болезни. Сейчас, секундочку, буду рассказывать. Вот контакты есть. Обращаюсь к своей болезни. Например, вегетососудистой дистонии тоже когда-то со мной дружила и дружила со мной мигрень, которая там длилась сутками, и вот мы с ней поговорили. Ну, допустим, как можно поговорить с вегетососудистой дистонией? Можете прямо сейчас попробовать. Вы представляете себе вашу болезнь в виде какого-то живого существа. Представляете, если бы это было живое существо, то, что бы это было. Там разные. Это могут быть, ну, просто старушка, например, или женщина, или мужчина, или чемурашка, или привидение, или кто-то ещё, главное, живой. И вы задаёте вопрос, а что тебе сейчас больше всего хочется? Ну, и вам болезнь не скажет, например, хочу отдохнуть, или хочу полежать, или денёк выходного, или что-то ещё. Как я могу тебе помочь? Чего ты боишься? И вы задаёте вопрос и получаете ответы. Ну, у моей мигрени, например, захотелось один выходной в день, мы это устраиваем. Мигрень прошла, ну, вот, просто совсем. Проработать обиду, конечно, есть такие техники, всё это есть, можно проработать и у детей тоже. У нас учебный год впереди, так что я уже вижу, какие темы вебинаров можно будет вам предложить. Вот, то есть тема очень интересная, она раскрывается постепенно, как цветок, потому что психосоматика находится в режиме своего становления, но ещё раз повторю важную вещь, которую, с которой я начала. Любая болезнь, которая пришла к вам или ребёнку, это способ справиться с ситуацией. Найдите новый способ, и тогда в болезни не будет смысла, она уйдёт своей дорогой, а вы пойдёте своей дорогой, чего я вам и желаю. Желаю удачи и процветания, хорошего тёплого лета, окончания учебного года, ну и всего-всего самого наилучшего. Контакты есть, поэтому я открыта для любых контактов. Благодарю вас, ну и передаю слово такие отец.